Не удалось мне погулять по улице Ленина ни в ее транспортном режиме, уж тем более пока еще в пешеходном режиме не удалось. Но может быть на године каникулы удастся возможность выйти. Поэтому, собственно, этот проект я обсуждать не готов предметно, а вот подход готов обсуждать. Ну вот вы сами можете наблюдать, что на территории Новосибирской области есть масса проектов и масса решений, инициированных представителями власти, которые на последнем этапе сталкиваются с противодействием со стороны общественности. Я это расцениваю как достаточно неправильные, неэффективные подходы. Проекты, которые затрагивают интересы большого количества жителей, конечно же, предварительно нужно с каким-то сообществом обсуждать. Крупные проекты и важные проекты с экспертным сообществом, с депутатами нужно обсуждать. Но вот этот проект, мне кажется, он сам по себе напрашивается на какие-то более широкие общественные опросы. В конце концов, можно было летом, осенью провести опрос, услышать мнение жителей, услышать предложение, взвесить за все опросы. И против, значит, и этот проект запустить. Здесь я вижу, ситуация опять повторяется, как и вокруг всех остальных решений. Объявили о том, что будет пешеходная улица и получаем массу возражений. Я ошибаюсь или это так и происходит? Опрос был на самом деле. Мэрия заявляла об опросе на сайте муниципалитета, но противники не верят в его достоверность. И проводили альтернативные опросы, которыми, вроде бы, так контраргументировали. Ну, значит, нужно было организовать опрос, который не вызывал ни у кого сомнений, достоверность. На независимой площадке, более широкий, более длительный. Я знаю, как иногда проводятся опросы. На официальной площадке через длительную процедуру регистрации, прежде чем поучаствовать в запросах, за короткий период, там дается 5 дней, подводится итог, и результаты опроса представляются как окончательно верные. Конечно, при таком подходе эти выводы вызывают сомнения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова